КОКО ШАНЕЛЬ В начале 20-го столетия были предназначены для женщины нового века. Тяга к скорости и избавлению от излишеств принесли ей успех. Я очень рад, что украинцам по душе мои вещи и очень надеюсь, что понравится и магазин. Автором киевского бутика стал американский архитектор Питер Мариино. Сейчас он работает для всех магазинов марки. В них обязательно присутствует дух главного парижского ателье. Четкий, легкий и прозрачный. Моя цель быть не трансэнтером, а революционером. Сказал как-то Жан-Шарль де Костель-Бажак. Его одежды носили многие от Мадонны и Джона Леннона до Папы Римского. Его коллекции зачастую инспирированы мультяшными героями, поп-культурой и современным искусством. Жан-Шарль де Костель-Бажак родился в одной из самых старых аристократических семей Франции. Для французской моды он успел стать кем-то вроде Франко Маскино для итальянской. То есть революционером, шутником и неисправимым оптимистом. Его дому принадлежит первенство в использовании мультяшных персонажей. Они переходят из коллекции в коллекцию. Много людей вокруг говорят только лишь о кризисе, о том, как все обеднеют, как все будут рыдать. Я все это вижу по телевизору. В продолжении последних 30 лет эта драма питает меня, дает мне силы надеяться. Я всегда говорю, хорошо, мы будем бороться. Для летнего сезона Костель-Бажак в свойственной себе манере не поскупился на яркие цвета, которые всегда для него на первом месте. За главную роль в коллекции сыграл принт-видеооблако. Кроме одежды он присутствовал в оформлении подиума. Не обошлось и без конструктора Лего. Из него на этот раз были собраны браслеты, ожерелья, шляпы и даже очки. Пока сопровождался живой музыкой, на сцене плясала хип-хоп-группа.